Был бы на чёс дело? Да, был бы на чёс. Всё. А на чё ты нет? Мы начинаем ТВМ, да? Лёш, как тогу одевать? Лёха, заходи. Плеби. Садись где хочешь. Присядь. Сейчас сядет наш друг сельдесный. Уже началось? Нет, мы начинаем. Всем добрый день, вечер, утро. Хау. Так, значит, я, пользуясь правами главного оператора, представляю всех наших сегодня соображений для обсуждения одной темы. Банные посиделки наши продолжаются, не было несколько недель съёмок, по разным причинам. Итак, я Роман Карасьев, и представлять начинаю с тех, кого вы уже знаете, а под фамфары того, кто его не знает ещё. Рустем Аликов, пожалуйста. Самбо. Самбо. Владислав Макаров, Айкидо. Алексей Орлов, Дзюдо. Олег Долгих, мастер строительства на все руки. Строительство на все руки. Ты уже строительство на все руки. Ты изменил нам. Ты изменил, ты пошёл. Хорошо, я думал, ты вообще между... Строитель, реклама, дом построить, что-то сделать, пожалуйста, к нему, архитектор. И Валерий Максимович Герасимов. Республика Саха, Якутия. К нам приехал со своими спортсменками сегодня. Не сегодня, а уже неделю. Мы проводим здесь учебно-тренировочные сборы. И сегодня он присутствует на наших банных посиделках. Очень хорошо. Очень хорошо. Итак, провозглашаю... И мы прощаемся с вами. Ладно, тема дня. Тема дня. Мы ехали в машине с Рустемом, начали уже некоторую беседу. И вот она в голове у меня несколько дней крутилась. И наконец-то я вот рука сблагодаря Рустему. Он меня направил. Итак, справедливость, долг, честь. Время пошло. Обсуждаем тему справедливость, долг, честь. В консексе изучения боевых искусств. Или вообще любых искусств, которыми мы владеем. И как это можно применить в нашей общественной деятельности, в жизни, в отношениях с людьми. И вообще в отношениях к себе самому. Кто хочет высказаться, может сказать что-нибудь. По этому поводу. Вот так. Лево направо. Можно скрестный огонь. Перекрестный огонь. А можно одновременно говорить, да? Кто-то придумал тему, тот. И начинает. Нет, он всегда. У нас с тобой другая была тема в машине, мы обсуждали. Там слово справедливость была. Ты добавил долг и честь, но ты убрал слово «свобода». Хорошо. Добавляем слово «свобода» и тоже в контексте наших ремесел, наших искусств, которых мы владеем. Согласен. Справедливость, долг, честь, свобода. Последовательность не имеет значения. Свободу. Свободу. Андреем Зеевичем. Ира. Это шаблоны. И вот, что я хотел сказать. Как это? Роман всегда спрашивает, что такое дзюдо? Дзюдо гибкий путь. Там все отвечают. Ну, что вот приходит там на ум, а надо научиться, ну, не то, что надо, как бы, должен, да, получается, надо, должен, хочу, должен, там, целесообразно, это понятно, что надо научиться вот чуть-чуть думать. И сейчас что происходит? Ну, вот мы смотрим, замечаем. Все в телефонах сидят, что делают? Потребляют контент. Ну, слово такое, информацию. Но мы же творцы, ну, созданы, скажем так. Значит, нужно что-то еще, ну, как, создавать. Вот роман, он творец, скажем так, он создает. И ему иногда тяжело, легко, но мы как можем, ему помогаем. Должны ли мы ему помогать? Нет. То есть, это наше свободное решение, если добавить. И поэтому свобода, ну, нам просто необходима. Но опять, есть какие-то рамки. Что вот? Рамки. Какие? Рамки приличия, там, да? Рамки такта. Какие? Рамки совести. А, рамки свободы другого человека. Нет. Свои какие-то установки, вот по шаблону, я говорю. То есть, ты должен делать так, так и так. Ну, должен. Почему? То есть, нам всегда устанавливают рамки. И мне больше нравится слово «свобода». Но свободой тоже надо научиться пользоваться. Я это пробовал. Берем молодежь, как бы привозим на площадку. И задаешь. Они знают игры разные, все. Ну, на свежем воздухе. Занимайтесь. И они целых полтора часа просто обсуждали. А вот давайте этим займемся. Другой говорит, давайте этим. Но у меня был все равно план. Как бы, что, как это все пройдет, как встреча. Они целый час там ничего не сделали. Ну, просто пообщались безумно. А я говорю, а теперь делаем так. Назначается раз, раз, раз. Ответственные. Вы играете 30 минут в это, 30 минут в это, 30 минут в это. Потом вы с главой района встречаетесь. У вас интеллектуальная беседа. И все. По вечерам прошло хорошо. Но если бы это пустить на самотек, все бы превратилось в хаос. Поэтому, как бы, вопрос звучит. И свободы. И должен ли там по плану идти. Но опять. Если мы в контексте тренировок, да. Если вот Алексей. У него есть план в голове. Но не обязательно этот план ученик знает. Ну, тренер-то знает, как он ведет. Но план опять не догма. Он может поменяться в связи с какими-то обстоятельствами. Ну, там. Выявленные. Может, с красных надо, конечно, добавить. Может, там какой-то там. Каким-то чистым телоотдых нужен. Ну, если там травмы. Правильно? Не нагружать. А хотя по плану было вот так вот. Вот. В моем что? Долг. Да. Совесть. Честь. Ну, про честь. Кстати, я про совесть не говорил вам. Про совесть не было. Нет, не было. Я добавил. Я добавил. Идет не по плану. Повестка дня расширяется. А может, там вообще не записывается. Как император. Красная, горит там кнопочка? Горит. На экране. Горит. Ну, вот. Горит. Горит. Ну, чтобы кого-то там увидел. Я вас вижу. Не знаю, что привет там удобно. Нет, ну, мысли, конечно, интересны. Про свободу. Вообще. Если ты ей не умеешь пользоваться, то ты должен этому научиться. Если ты на меня смотришь, мне выступить. Мне вообще понятие к свободе очень относительное. А при чем тут свобода? Свобода очень... Да, мы... Подожди, подожди. Мы сейчас опять вы останавливаемся на чем-то одном. Подожди. Да. Справедливость. Долг. Честь. Свобода. Ну, он еще добавил совесть. Хорошо. Вот давай, может, по порядку пройтись. Ну, я с свободы начну. Мне кажется, тема очень современно сильно раздутая. Изображает свободу, а получает полностью не свободу. Потому что я хочу быть свободным. И делаю все какие-то прям такое, расписное. Я бы это понятие поставил бы в конец. И даже еще подумал бы, стоит ли вообще его так педалировать. Обжекшн. В американских фильмах. Возражаю. А. Вот тут и стоит этот вопрос свободы. Потому что что у нас первоначально первые какие-то были пункты? Я забыл уже. Пункт чести свой. 47 лет. Перед вами явный представитель... Давай, давай. Ась, ты помнишь первые три пункта? Посмотри, давай. Я записываю. Я к этому клоню. Говори, давай. А, да, можно чайку? Да, нужно. Да, чайку будет здорово. Справедливость. Мы вырываемся. Долг, честь. Да, вот справедливость. Вот об этом можно думать. Но справедливо или что-то еще... Тут нужны цели иметь какие-то в этой справедливости. Как ты начал, помнишь, говорить? Нужна цель. Иначе получается... И вот эти справедливые цели, это еще пять раз надо подумать. Потому что... Вот я начал говорить, но, кстати... Гармоничное развитие личности. Вот эта гармоничная цель, это очень специфическое. А давайте я начну с другой темы. Переведу в чуть-чуть другую полосу. Какая может быть свобода, если у нас по жизни куча дел, которые, вот если честно говоря, они настолько натуральные, которыми нужно заниматься. Разве есть у людей просто вот там в простой жизни свободное время по большому счету? Подожди, а разве это антагонисты? Нет, не антагонисты. А свободу... Как армяне говорят, 24 часа плюс 2 армянские. Свобода нет. Да. Постально в работе. Да. Забот столько, что сказать, что свобода, это когда об этом даже говорите, если честно. То есть, ну, я даже не представляю себе, кто сейчас несвободный. Я свободный. Мне кажется, все сейчас свободны, как он-то видит. Что же? Та несвобода, которая была крепостной рабство или кто-то еще, его же вообще нету. А то, что сегодняшние рамки, да из-за них вышибнуть и расплюнуть, по-моему, глобально, вы что? Мне кажется, даже несвобода, это понятие какое-то уже... Мы же не живем. Зачем тогда в России на душу населения больше всего полицейских во всем мире? А к чему-то? А чем ты несвободен? То есть, ну, ты хочешь бить полицейских или что? Вот это непонятно. Нет, я обидел кого-нибудь. Я не понимаю. Нет, он вопрос задал. А ты за него додумай. Мне так нравится? А мне все равно. Вот именно с безразличия начинается... Нет. И вот это эмоционное здоровье, чем меня вообще... А ты знаешь, что такое? Он строитель. Он хокуист. Хокуист? То есть, мне вот кажется, это все выдуманные цели, то есть, и современные разговоры. Если даже так, как будет идти, она будет нормальная, это уже будет офигенно. Потому что, само по себе... А кто говорит, что плохо? Да. То есть, глобально. Мы не говорили. Заниматься собой, перезаниматься выше крыши, чтобы стать следующим, как Рома сказал, кто-то, кто будет следующим, у него столько будет проблем в правительстве. Понимаете, да? Потому что мы такие несовершенны, настолько, что вообще жесть. Это так, я мысляю. Вот это свобода, свобода заниматься собой только должна быть, а все остальные, это вообще не свобода. Это как-то я вообще плохо понимаю. Потому что те люди, которые сидели в тюрьмах, вот они были свободны, по пять раз убегали, бежали через тайгу и вообще не жужжали даже, что они не свободны. Нет, мы живем. Я вот даже с этой позиции мысленно... Нет, нет. А почему ты возражаешь, что я не понимаю? Я вот не могу понять, что термин... Мы разберемся в термин, и что ты возражаешь, когда надо в термин разобраться, а потом уже... Мы же говорим в контексте. Нет, нет, секундочку. Я сказал свое мнение. Мое мнение, что в современном контексте, которым льется из каждого утюга, эта свобода, это какое-то такое невнятное понятие, ничего не делать. Очень внятно. Я могу пояснить. Нет, я могу свой контекст так говорить. То есть я пояснение понимаю. Я бы это понятие свободы отложил вообще до таких времен, когда будем несвободны, если честно. Опять, оно глобально живет. А мы же в контексте единогорства. То есть мы устанавливаем рамки. А вообще, я тебе перебил, можно скажу, а вообще круто, да, так что получилось? Я задал тему справедливость, долг, честь. Рустам вставил туда свободу, и все замкнулись. А потому что это круеугольный камень. Сейчас начнешь только о ней разговаривать. Дело в том, что это круеугольный камень. Свобода, личность и свобода. Да ее нету свободы. Нету. Давайте вспомним великим мира сего. Давайте. Или вот вдруг человек решил поехать в кисловую, а у него саркома легкого. Скажете, это он сам так с собой управился? Или это кто-то все-таки им управил? Это где? Мастер Маргарита. Че, быть? Ужас какой. Или вот, быть? Как? Свобода? Какая свобода? Да, мы уже ограничены. Нету. Да. Да нету. Свобода не та. Вообще, то есть я к чему уклоню. И, извиняюсь за выражение, ты в любом случае, если у тебя есть какая-то голова, ты не свободен своими задачами, какими-то интересами, хобби и хер зачем. Я думаю, что это слово нужно перевести в слово «дисциплина». Да. Максимально хорошо делать все, во что ты вовлечен. И тогда ты… Свобода. Чтоб тебе не мешали работать. Нет, нет. И тогда ты… Ну, то есть не будет такого, что… Люфта. Саркома. Потому что дисциплина или самодисциплина, я не пойму. Дисциплина. Максимально. Кем установлен? Собой, своей. Самодисциплина. Самодисциплина. Максимально делать все хорошо, во что ты вовлечен. Не важно. Мыть посуду, мыть полы, работать, печать. Это не противоречит термину «свобода». Ни в коем случае не противоречит. Нет. Ну, ты не свободен. Почему? Да потому что сейчас вот этот потолок обвалится и… Нет, нет. У него он отлично. Мы хорошего хотим. Нет. Интрирую. Разве это свобода твоя? Да, я сам сюда пришел. Да. Свободу выбора. Ну, этот Роман Георгиевич пригласил. А Роман Георгиевич пригласил… Настойчиво. Да, Владислав Александрович. И я принял приглашение. И свободен. Свободен. Так, помню. Самое главное – это честно, еще давай порядочность. Честно? Порядочность. Потому что сегодняшний день, честно говоря, сейчас людей мало. Потому что… Ну, они же будут непонятные. Чем выше… Почему мало-то? Выше… Давайте процент. Вот я хочу… Знаете, что? Вот интересное. Вот в нашем окружении… Сейчас, Валерий Максимович. Валерий Максимович – самый аксакал. Фексуал. Человек, проживший больше всего на этом свете и много повидавший. Поэтому вот услышать его мнение очень ценно для нас, по крайней мере для меня. И я думаю, для тех, кто нас смотрит. Да. Потому что насчет честности – самый такой вот на сегодняшний день актуальный вопрос, да? Честность и порядочность… и рядом идут. Потому что, я говорю, честности про меня сегодняшний день очень мало. Потому что мы смотрим, слушаем только нам… Нам все, чем выше ранговые люди, все время обещают, что-то делают, что-то предлагают. На самом деле не решают ничего, правильно? Решаем только мы внутри себя. Вот я приехал сюда, смотрю, вот тренер хороший, да? Который воспитал чемпионка России и мира, да? Ну, честный человек, порядочный. Вот с таким мне приятно работать. Вот с этого начинается, что да. Да, и вокруг окружение ваше, вот Влад тоже. Вот и самому приятно от этого становится, что какая-то есть люди, с которыми еще вот можно общаться. Они бескорыстно помогают, бескорыстная помощь. Это же дает возможность нам дальше развиваться как-то. Мы, например, наши дети увидели таких, и они впервые смотрят, да, вот, где-то нести их деньги не требуют. Вы сейчас говорите о социализме. Нет, о честности, порядочности. Вы говорите, когда нету корысти, когда нету корысти, мы сейчас просто немножко, когда ехали в машине, вы контекста нашего не слышали, мы говорили о том, что либо мир, где корысть, как сейчас капитализм. А честность это и есть бескорыстная часть. Да, да. А корысть это социализм. Вот, и вы мыслите в категории тех, которых в ваших, и вы совпали с Лешей и со всем остальным. Да, поэтому вы так хорошо... Да, поэтому вот это именно таких людей мало осталось. А сегодняшняя свобода позволяет и другое мнение. И эти люди не таятся. И кто сказал, когда говорят, почему у кого-то будут обеспечены, у него такие часы? Да это же капитализм. Мне так сложно понять. Это наша свобода, которую все объявили. У него нашли яхту или что-то еще. Да они не скрывают. А для нас они любят другое. Но в их парадигме это честно. Ребят... Нет, ребят, это не честно. Да, нет. Честно жить так, зарабатывая миллиарды денег на чужом горе... Это понятно. Я имею яхту, там, миллионы, миллиарды, но остальные... Нет, ну глобально это та свобода, которую нам предъявили, и что вы можете быть и таким. Вот я с вами согласен, что это нам не нужно, это точно. Это свобода такая, что для них свобода, для нас это... А разве это нельзя сказать, они могут сказать, мы так хотели, мы за это боролись, и мы... Есть такой философский принцип, дедукция-индукция. Да. Понятие. Вот ты сейчас идешь по индуктивному методу, от частного к общему. Ты берешь частный, выхватил, и делаешь параллельный вывод на общий. А я тебе предлагаю пройти дедукцию. Но это же свобода. Нет, вот надо... А они за эту свободу боролись? Хорошо. Такое мы не хотели. Нет, мы это не хотели точно. Я с вами согласен. Свобода слова, свобода печати, свобода мысления. Если ты будешь мыслить по-другому... Если ты будешь мыслить по-другому... Плакать охота. Мыслить по-другому... У нас выяснилось несколько человек, да, в защиту своих прав и интересов. Это свободно, я защищаю права транспарантом. Раз их посадили. Есть шаман у нас, который... Я пойду, говорит, в Москву... Его посадили, убекли. Я пойду... Нет, шаман у нас, да, вот... Я думаю, в Москве. Саша Шаман. Он пошел в Москву сгонять демона. Да. С Кремля, да. И он пошел, присоединились к нему по дороге. Он дошел до Иркутска. Уже сотни пошли. Как-то Форис Гамс писал когда-то за ним там. Он так же пошел. Его остановили сейчас. Постоянно в психушке его. Ну, дайте возможность. Ну, пускай иди. Это разве свобода? Это не свобода. А государство свободно защищается? Нет никакого государства, которое бы не защищалось. Оно будет по своей природе. Это и не я. Это вот удивительно, что можно слышать, но он не будет защищаться. Это вот... Только вот вечный зов. Какие-то книги советские, они боролись десятилетиями, чтобы это снять. А вы говорите, что вот я скажу, это не свобода. И все заплачут сверху. Нет, они получают такие бенефисы. Они никогда не заплачут, это ваше слово. Свобода, братство, равенство. Вы скоро, 1 мая, будем включать эти лозунги. Я бы вас в баню вернул, потому что вы говорите вообще не конкретно. Вы там были наверху? Не были допустим. Не был ты там? Нет, не был. Я даже не хочу специально. Нет, ну не хочешь. Вот так вот. Вот когда... Я объясню свою политику. Есть разные уровни власти, скажем так. Законодательная, исполнительная там... Да, и у них свои проблемы. Судебная, да. И не факт, что человек там туда попадает, и что он свободен в принятии там своих решений, скажем так. Нет. И что мы сейчас... Мы обсуждаем здесь в контексте единоборств. Но вас сносит из-за того, что ну как бы... Ну, тяжело сейчас. Такое слово дали свободу. Надо было правильно убрать и не вставлять. Я разрешил, мандератор разрешил. Об этом самый больной вопрос это. Ну, в чем у вас? Из контекста убрать это свободу. Вы забыли про... А тогда вы уже проведите его честь. Да. А заметили мы еще... А может быть раб, честно? Раб, может быть честно? Чего, мы играть? Может быть. Раб, а может быть честно? Может быть? Раб, а честно? А как же еще? А как это он? Честно еще? Честно, рабский же. А в наших изоборствах обязательно нужно честность, правильно? Если ты не будешь честный, судья, тебя засудят, правильно? Почему? Ну как, почему? Он интерес к своих каких-то других. Почему? Ну, зато... Все, спасибо, давайте перерыв. Нет. Мы погреемся. Мы делаем перерыв. Почему? Потому что после перерыва я скорректирую вектор нашего движения. Свобода уменьшится. Уже шобода закончится. Ребят, меня, скорее всего, уже на это место не будет. Ребята, буду за пределами этой прекрасной бани. Рекламная пауза. Мы вернемся. Пока! Товарищ лейтенант, заходите. Все? Да. Успокоились? Успокоились.